В Аргентине появится 4000 банкоматов для обмена биткоин, эфириум и лайткоин. Аргентинская финансовая компания Odissei Group запустит в стране 4000 криптовалютных терминалов. Через них можно будет купить и продать биткоин, эфириум и лайткоин. Об этом сообщает TrustNotes. По словам исполнительного директора компании, это будут не просто точки выдачи наличных. Аргентинцы смогут использовать банкоматы для получения предоплаченных карт электронной коммерции, транзакций в блокчейне и даже получения микрозаймов. «У нас есть предварительные соглашения на установку 4000 устройств, и мы планируем достигнуть отметки в 5000 устройств в течение двух лет», заявил исполнительный директор Odissei Group Себастьян Панселис. Стоимость банкомата 8,5 тысяч долларов. Компания надеется окупить устройство прибылью от комиссий всего за полгода. Смарт-контракты Waves Platform доступны в тестовом режиме На минувших выходных команда Waves Platform объявила о запуске первых смарт-контрактов в тестовой сети. Репозиторий сети с добавленными функциями можно загрузить на GitHub. Об этом сообщает Twitter проекта. Таким образом, Waves становится конкурентом Ethereum в индустрии блокчейна и смарт-контрактов. Другие соперники – Stellar, Zilliqa, Tron, EOS, Neo и NEM. Первый набор смарт-контрактов Waves ориентирован на управление аккаунтами. Он включает в себя Настройку обязательных подписей от нескольких участников для совершения транзакции. Удобно, когда речь идет о токенах на ICO. Отсутствие комиссии для выполнения нет-юринг-полных смарт-контрактов. Сервис и функции уровня контрактов Ethereum на более легкие и дешевые и поддержку децентрализованных приложений. Также торговля на платформе Waves происходит на децентрализованной бирже Wavesdex. Она не имеет ограничений на вывод средств. Криптосообщество отправило в стратосферу Bitcoin Miner. В этот понедельник криптосообщество MinerOne запустило, цитируем, высотный аэростат с оборудованием для майнинга биткоина под названием Space MinerOne. Об этом сообщает NewsBTC. Символизм поступка кроется в надежде на стремительный рост первой криптовалюты. Сообщество MinerOne надеется, что курс биткоина доберется до 35 тысяч долларов и даже выше. Аэростат наполнили гелием и оснастили парашютом. Он поднял в воздух два ASIC-устройства, подключенных к микрокомпьютеру Raspberry Pi, батареи и спутниковому телефону. Сборку поместили в капсулу из углеволокна с сувениром в виде металлического биткоина. Когда Space MinerOne прошел через тропосферу, активизировался ASIC и через спутниковый передатчик связался с интернетом. В стратосфере сниженное давление заставило аэростат увеличиться до 10 метров и его столовидность Земли, пишет сообщество. Достигнув высоты более 35 тысяч метров и по-прежнему майнин биткоин, Space MinerOne начал спускаться на Землю и успешно приземлился на открытом поле где-то в Литве. Криптодилерс проведет трансляцию лекций от Blockchain Hub Kiev Завтра, 3 мая с 18 до 20.00 в Киеве состоится лекция о криптокошельках. Организатор Blockchain Hub Kiev Канал Криптодилерс проведет трансляцию встречи Спикер лекции Исполнительный директор консалт агентства КУ на биткоин-эдженсе Семен Каплаушенко Конкретные темы Виды криптокошельков, типы кошельков под разные криптовалюты, безопасность хранения и биржевые кошельки Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграм и подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, чтобы узнать больше новостей. Ссылки находятся в описании. Сооснователь Google назвал майнинг криптовалют одной из причин роста мощности компьютеров Сооснователь Google Сергей Брин заявил, что спрос на мощное оборудование для майнинга Ethereum и других криптовалют сыграл роль в развитии возможностей современных компьютеров. Об этом он написал в открытом письме инвесторам. Брин отметил, скорость работы собственных процессоров Google за 20 лет выросла в 200 тысяч раз. Первый фактор развития – закон Мура, согласно которому вычислительная мощность компьютеров удваивается раз в два года. Вторая причина, по словам Брина, растущий спрос на мощные процессоры и видеокарты. Девайсами интересуются геймеры, но с появлением Ethereum и других криптовалют мощное железо потребовалось и майнерам. Главная причина роста вычислительной мощности, по мнению сооснователя Google, это машинное обучение и разработка систем на базе искусственного интеллекта. Эти процессы требуют обработки крупных объемов данных. Эти процессы требуют обработки крупных объемов данных.